И поблуждав ее в дневнике, нас интересует вот эта строка веб-сайта lindacryleylegial.com Мы попадаем на ее сайт, и здесь мы видим, что описание сайта было полностью зачеркнуто и переписано. Здесь ее обвиняют в том, что она берет взятки, обманывает и шантажирует людей. И все это напоминает хакерские взломы и похоже на почерк геймера. Если вы хотите это все прочитать, я задержу здесь на 3 секунды буквально курсор. Вы успеете нажать на паузу и прочитать. Также в этих строчках скрыто очередной код скрыт. И здесь он фигурирует в виде отдельных цифр. Всего их 11. Также здесь вы можете нажать на паузу и прочитать, если вам это интересно. И в итоге его никто не защитил. В общем, мы имеем 11-значный код, после чего мы отправляемся снова в закрытую сеть ДЭЗа. Вводим эти 11 чисел и получаем вот такое вот засекреченное дело. Здесь мы видим видеозапись. Ну, в общем, дело в чем. Сейчас она берет интервью у замдиректора ДЭЗа, который отговаривается, что мы успешно боремся с билотеррористами на протяжении 7 лет. Но главное здесь не это. Главное то, что нас интересует номер дела. Чтобы войти на этот сайт, нам нужен номер дела, который указан непосредственно вот здесь. Так, мы вставляем его вот сюда. И имя главного вредителя в зале суда. А главный вредитель это мистер Полсон, судья, который вел процесс. Мы так и пишем. Полсон. Вот как бы это глупо не звучало. Несмотря на то, что здесь нам ни черта не перевели. Нам перевели только вот это. И то спасибо Соню. Низкий вам поклон. Здесь же ничего не переведено. Мы должны сами как-то догадываться и вводить на русском. Несмотря ни на что. И, о чудо, нас просят зайти в игру. Попробуйтесь к Элифсон Билдинг и найдите судью. Сейчас найдем. Судья, наверное, подвешен, как и все остальные. За какое-нибудь место. Не буду уточнять какое. Здесь что-то. А куда, простите, наверх нужно отправиться? Надо обзываться. Да ебтись. А они в меня стреляют, ебтые. А зачем они в меня стреляют? Нет, ну на крыше ничего тут нет. Стреляют в меня копы. Как это не прискорбно. Я же хороший. Зачем вы в меня стреляете? Ребята, сдавайтесь. Вас же нельзя убивать. Не знаю, нужно... А, да, что я туплю-то? Сейчас ноги им... Ноги им расстреляю и все. Ебт твою по голове. Сейчас сдохну. А почему-то Делосы подъезжают в самый... ...правильный момент. А копы с ними в бой не вступают, интересно. Видимо, нет. Жалко, его так нельзя сломать. Очень хочется. Может, дым поглотить? Хоп-хоп-хоп. Да, ты поймал меня. Я почти сдался. Сейчас все взорвется, как... ...такой-то матери. Или меня просто убьют. Или не убьют. Да что ж такое-то? У вас так много и вы все. Надо делать дёру. Я буду из-за угла пиу-пиу делать. Пиу-пиу. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-бам. Ну, придется что? Придется им прокашляться. Упс! Сори, ребят! Ну, так получилось. У меня же есть этот замечательный скилл, как я мог забыть. Просто уже как-то целую неделю не играл в Unfamous. А ну иди сюда. Отлично. Даже какие-то очки для героя заработали. Я не пойму, где здесь вход. А, вот! Под землей вход-то, ё-моё! Судья, вы тут? Судья, вы тут? Вас не подвесили за яйки? Найдите судью. Ну, это же берлог геймера. Мы же здесь были уже. Ну, определенно кто-то кого-то хочет подставить. Ну, это совершенно не сюрприз, ни для кого. Что можно было здесь еще ожидать, кроме гиги, кроме трупа. Вот он, ключ к разгадке. Ну, и вот он, ключ к разгадке, говорит нам Дэлсин. Нам нужно покинуть убежище теперь и опять мы увидим нашего бумажного кролика. Можно ли линять и выгружать, наверное, это все уже к нам в улике. И рассмотреть в последний раз и ждать третью главу. Ну, сейчас мы в этом убедимся. А выход не здесь разве? Нет, не здесь. Так, подключение. Разумеется, хотя бы сразу. Хотя бы уже радует. Ну, и в заключении, что мы видим? Мы видим бумажник Полсона. Это фотографии, которые мы сделали с места преступления. Бумажный голубь номер 4. Какой-то косяк у них здесь, по-моему, происходит. Потому что, ну, это никак не похоже на бумажного голубя. Видимо, в Соне очень торопятся выложить нам контент и не следят за корректностью его исполнения. Ну, как мы видим, ничего не переведено. И это не бумажный голубь, а, скорее всего, просто личные вещи убитого. Ну, и здесь мы видим, что и просто судью замучили до смерти. И это истинное правосудие. Ну, и чем вся эта бельберда кончится, мы узнаем только в главе 3. Хотя вот, комикс открыт. Опять же, нам никто ничего не перевел. Большой поклон Соне. С вами был Джейсон. Это канал TrueMany Games. Играет настоящих маньяков. Следите за продолжением бумажного следа. Всем удачи и пока.